Как только место летнего отдыха было выбрано, отец покупал карты, топографические карты той местности, так называемые листы мензульной съемки. И вот зимними вечерами, когда за окном падали снежинки, мы усаживались возле отца и, следя за его пальцем, совершали летние прогулки. Любовь к порядку была у моего отца столь велика, что он постыдился бы отправиться в какую-либо местность, не изучив заранее, еще до того, как увидит ее. Каждую дорожку, каждый мост, каждый перелесок. Под его руководством мы незаметно учились читать карту, и вскоре различали все топографические знаки. Мы знали дорогу из Гельбинзанда в Грааль и все лесные полосы вдоль них. Мы точно могли определить, где закончится лес и покажется вытянутая длинной улицей деревья. Семена Гребинзана. Семена Гребинзан. Наплюдение сути. И как бы хорошо мы не изучили все это заранее, для нас всегда было неожиданностью, когда увиденное на черно-белом листе превращалось в действительность. Маленькие закорючки, обозначавшие на карте лес, вздымались огромным куполом буквы рощи. Дорога, которая казалась нам такой ровной и прямой от начала до конца, которую ничего не стоило всю окинуть одним взглядом, извивалась по лесу и от поворота до поворота просматривалась не более чем на сотню шагов вперед. Она вовсе не была ровной, врезанная в песчаный грунт. Дорога переползала с холмика на холмик, о которых карты и не видала. Кроме карт, отец покупал еще, ну правда в другом магазине, в центре Берлина, кажется, на Миттельстрассе, почтовые открытки с видами той местности, где нам предстояло отдыхать. Сам я ни разу не бывал в этом магазине, не смог его отыскать и позднее. Сомневаюсь, существует ли он еще. Но то, что нам рассказывал о нем отец, ограничилось чудом. КОНЕЦ 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 Играет музыка Там можно было приобрести видовые открытки не только любого уголка Германии, но и почти всех достопримечательных мест земного шара. Когда отец спрашивал виды Грааля, то, допустим, другой покупатель слева интересовался видами Марселя. Покупательница справа рылась в открытках с видами Кан. Она искала особенную, ту самую открытку, на которой, на которой, кажется, три пальмы сзади и две пальмы спереди. На которой было две пальмы сзади и три спереди. И эту открытку находили. Отец, конечно, больше всех радовался тому, что она находилась. Ведь он так любил порядок и бережливость. Поэтому весь потребный нам на лето запас открыток отец покупал не в Граале, а в той лавке на Миттельштрасс. Миттельштрасс Отец вовсе не был скупым. Позднее я не раз убеждался в его щедрости. Когда кто-либо из детей нуждался в деньгах, каким счастливым бывал он, отдавая одному из нас сбереженную с таким трудом сотню и даже тысячу. Но если топилась печка или горела керосиновая лампа, отец никогда не зажигал спичку. Из старых почтовых открыток он нарезал фидибусы, узкие бумажные полоски. Подносил фидибус к огню и раскуривал свою трубку. От каждого печатного бланка, от каждого письма он нарезал неиспользованную часть листка и употреблял эти бумажки для заметок. Субтитры создавал DimaTorzok